Дорогие друзья, я уверен, что многие из вас слышали о легендарном Таллинском пробуждении, которое было еще в советское время. Примерно на протяжении двух лет, где-то с 1978 по 80 год, в церкви Оливисте, которая находится в старом городе, это самый центр Таллина, было удивительное излияние Святого Духа. Верующие со всего Советского Союза приезжали в Таллин, и там переживали чудеса, переживали исцеление. Глухонемой мальчик начал говорить. Рассказывали, что там при входе в церковь была целая гора из костылей, и они даже потом целый год топили печку именно этими костылями, так их было много. И вот я некоторое время назад был в Эстонии, служил там в разных церквах, и у меня была возможность встретиться с братом Рейном. Брат Рейн – это как раз тот служитель, который находился в эпицентре этого пробуждения. Сегодня он уже пожилой человек, ему 87 лет, и когда он увидел меня, он меня спросил, говорит, Виктор, сколько тебе лет? Я ему говорю, мне 47. И он мне тогда сказал, можно я буду называть тебя мальчиком? Я говорю, ну, брат Рейн, как хотите, так и называйте меня. И вот многие пасторы, христиане спрашивали у меня, Виктор, а какие у тебя впечатления об этой встрече? Я хотел бы рассказать о двух моментах, которые я переживал и размышлял о которых после этой встречи. Самое первое, меня поразила вот эта кротость и смирение брата Рейна. Он настолько открыт пред Господом, настолько простой, настолько искренний. И даже когда вот мы в конце встречи молились, мы стояли на коленях, он так схватил меня и говорит, Мальчик, когда будут мертвые воскресать у тебя на собраниях, пожалуйста, не фотографируйся с ними, не снимайся с ними в видео, убегай, прячься под кровать, лучше быть под кроватью, чем забрать себе славу Божью. Вы знаете, это было так трогательно, это такой контраст с тем, что происходит в современном христианском мире, когда люди из чудес, из исцеления, из воскресения, из мертвых, целое шоу устраивают, когда там какие-то африканские проповедники перед входом в церковь, гробы выставляют, там пять гробов, десять гробов, где больше мертвых воскреснет. И вот на фоне всего этого слова брата Рейна, это как такой отрезвляющий дождь. И самое печальное, то, что ведь это должно быть нормой, вот смирение, кротость, должны быть нормой для христианских служителей. А это, к сожалению, сегодня выглядит больше как исключение. Вот это первое. А второе, после этой встречи я спрашивал сам себя, хотел ли бы я пережить что-то подобное, что пережил брат Рейн? Я понимаю, что этот вопрос, может быть, кому-то из вас покажется странным. Виктор, да ты что, мы все молимся о пробуждении, мы ждем пробуждения, мы хотим, чтобы чудеса исцеления, знамения с небес были в наших церквах. Мы порой, поймите сами, даже не понимаем, чего просим и не понимаем, чего хотим. Вот представьте себе жизнь человека, у которого 40 лет назад произошло удивительное излияние Духа Святого, которое проявилось в разных чудесах и исцелениях. И сравнивая после этого свою жизнь и свое служение, он был вынужден признать, что это было то было несоизмеримо более прекрасным. И вот представьте, что-то пережить великое, по сравнению с чем, твоя дальнейшая жизнь и твое дальнейшее служение окажутся намного, намного, намного ниже. Можешь ли ты в этом случае не жить прошлым? И поэтому, конечно, естественно, что и сам брат Рейн очень много именно говорит о прошлом, вспоминает прошлое, да и люди, которые к нему приезжают, они не спрашивают его о настоящем, они только о тех временах и спрашивают. То есть невольно его взор обращен назад. Я, конечно, никогда не переживал подобных великих излияний, однако я вам хочу сказать, что я наслаждаюсь настоящим. Да, в 90-е годы, когда мы начинали наше служение, нашу церковь, были интересные конференции, были благословенные собрания, но сегодня мне больше времени нравится, и сегодня мне больше нравится наше служение. Намного более, мне кажется, благословенно, когда ты движешься словно со ступени на ступень, как бы с одного к более лучшему, потом еще к более лучшему, и таким образом происходит как бы из славы, из славы в славу. И я, размышляя вот об этом Таллиннском пробуждении, когда я смотрел на брата Рейна, я вынужден был как бы признать себе, что я бы, честно говоря, не хотел пережить что-то такое, по сравнению с чем дальнейшие десятилетия моего служения превратились бы просто в ожидании повторения того же самого. Такое мое мнение. Какое ваше мнение? Пишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, согласны ли вы со мной или не согласны. Я постараюсь прочитать ваши комментарии и дальнейшие ролики моего видеоблога строить на тех, может быть, вопросах, которые вы будете задавать. Если вам это видео нравится, вы считаете полезным это, то вы можете ставить лайки и постить у себя это в социальных сетях. Пускай Господь вас благословит.